Конференция посвящена презентации портала Decommunize Харки, в которой харьковчане смогут использовать для полного завершения декоммунизации. Громада запускает следующий этап декоммунизации и помочь сможет каждый. Сегодня в спикерах у нас Дмитрий Булах, депутат Харьковского облсовета и председатель правления Харьковского антикоррупционного центра Константин Левин, разработчик и администратор портала. И Валентин Дебекин, представитель организации СОКОЛ. Дмитрий, вы, наверное, начнете, да? Да, я начну, с вашего разрешения. Добрый день, спасибо, что пришли. Сегодня мы хотели бы вам представить портал Decommunize Харьков. Этот портал создан для того, чтобы наиболее полно собрать информацию о объектах, которые до сих пор еще не были декоммунизированы. Таких, к сожалению, на данный момент в городе очень много. И, соответственно, более функционал расскажет Константин. Я пока скажу более общие вещи. Идея этого портала возникла еще весной этого года. Мы с Константином обсудили. Потом присоединился к нам Валентин. Организация СОКОЛ нарабатывала большую базу объектов этих. У нас была небольшая база, но мы воплотили это техническое задание. И решили, что любой харьковчанин теперь сможет занести объект в эту базу. Для того, чтобы с тем, как мы ее наполним достаточно полно. И мы будем тогда, после того, как соберем эту информацию, добиваться демонтажа этих объектов. Либо же исправления каких-то конкретных названий. Либо каких-то демонтажа памятников и так далее, и так далее. Про сам портал, про функционал этого портала расскажет Константин. Я ему передаю слово. Спасибо. Власне, это не такой большой портал. Это просто односторинковый сайт, в котором есть весь необходимый функционал. Там есть витяг из закону про декоммунизацию в Украине. Власне, коротко перелик объектов, которые подойдут декоммунизации. И там есть интерактивная карта, на которой уже позначены те объекты, которые Валентин и его организация смогли надать. И там есть форма. Форма для того, чтобы каждый мог написать, что за объект. Написать адресу, на которой он находится, и додать фотографии. Я вижу камеры. Очень удобно. Мы не створили там мобильного додатка, но открывши сайт на смартфоне, можно добавить его на главный экран. Просто как в закладинку появляется такая пиктограмма, перекрестный серп и молот. И просто гуляючи по улице, можно открыть его, написать, там вы что-то пометили, какая-то табличка, или изображение коммунистической символики. Можно сразу заповнить эту форму, додать тут удобно фотографию. И воно піде нам на мило, мы уже будем обработать и додавать до интерактивної карты. Цей весь функционал, там больше ничего зайвого. Там не будет ані новин, ані каких-то еще. Дякую. Теперь Валентин. Витаю. Хочу сказать, что мы активисты Харьковского осередка «Соколу» протягом останнего часа, протягом останних трех годов, збирали информацию по всим недокуманизованным объектам в Харкове. Это фотоматеріали, адреси и так далее. Була проведена работа зі збору информации, така база в нас появилась, которую мы дали разработчику сайту. Хочу зазначити, что декуманизация – это, передусім, суспільный процесс, загальный. Насправді, он уже тривает близко 25 лет. Вы можете помнить, что мы сейчас сидим на улице Мироносицкой, и уже все забыли, что она раньше называлась Дзержинская. То есть, все звикают. Процесс декуманизации имеет очень много складов, но в этом нема. Например, творчость украинских письменников, творчость Жадана, творчость группы Комувниз – это все декуманизация, это все загальный, великий процесс. Може идти мова, может не идти про саботаж Мироносицкой Рады, но это не главное. Мы просто бачим, что вся Мироносицкая Рада завешена серпами и молотами. Тобто, главное вопрос в том, что влада не выполняет поставленные задачи. Главное, хочу зазначити, что процесс декуманизации мая стати запобежником для майбутних поколений, чтобы в майбутнему до нас не пришла знову ця червона зараза, червоні коти не смогли повернутися. Вы сказали, что Вы собрали базу объектов, которые недостаточно декуманизированы. Скажите, сколько их и что вошло в Ваш список? Наразі большинство в своем списке – это знаки радянской символики, серпи молоти, зерки, это дошки, дошки в честь радянской молоти, декуманам, памяти 50 років ССР і так далі. Тобто більше це саме такі… Да, я чуть-чуть добавлю. Да, там порядка сейчас на карте порядка, если не ошибаюсь, 60 объектов есть. Стоит отметить то, что в поддержку Валентина, к сожалению, городской совет, не только здание городского совета с серпами и молотами, к сожалению, в головах людей, которые там работают, очень часто все соответствует внешнему экстерьеру здания. Но, с другой стороны, мы будем рады, если та база, которая сейчас нанесена на карту и которая в дальнейшем будет собрана, будет использована городским советом для демонтажа этих знаков, демонтажа памятников и так далее. Мы, собственно, для этого и делаем этот портал, для того, чтобы потом городской совет, другие органы государственной и местной власти могли использовать эту базу, чтобы эти объекты убрать. И для того, чтобы не нужно было их искать, выискивать, для того, чтобы они были все на одной карте. И мы с удовольствием, скажем так, подтвердим, что городской совет исполнил свои функции, если он их исполнит. И с удовольствием отдадим эту базу в их распоряжение, для того, чтобы они исполнили закон о декоммунизации. Хочу еще раз сделать ударение, что декоммунизация – это не только переименование, это как раз и в том числе снятие символов, символики, не только названий улиц и так далее, а в том числе каких-то посвящений и других табличек. Мы можем перейти к вопросам? Скажите, пожалуйста, пока. Сейчас. Сейчас. Да. Скажите, пожалуйста, чи обратитесь вы до науковцев с топонимикой, вот, например, есть Мария Тахтаулова, чтобы это было действительно уважено и объективно, чтобы эти вопросы, что называется, потом не оскарживалися, потому что есть люди, которые очень на этом разбираются. Пан Володимир, если вы знаете, то именно с Марией Тахтаулова я проснулся в процессе декоммунизации, второй – распоряжение ранено, когда был второй этап. И, конечно, мы с ними комунікуем, и, конечно, мы плануем с ними взаимодействовать в этом процессе. И с Марией, и с Сергеем Жуковым, и с другими представниками группы, которая занималась декоммунизацией, там их было порядка 10 человек. И, другим, я хочу зрозуміти, то есть, человек мает, сам механизм, подойти, сфотографировать, вам прислать, а далее ця фотография появится на интерактивной карте, правильно? Само так. Теперь, подальше, оцей процесс, есть ця карта, далее вы будете писать, звернення, фотографии подавать, каким чином будет выглядеть механизм работы из топонимической комиссии Харкова? Потому что они сказали, что там более 300 объектов декоммунизировали, то и все. Мы, как вы говорите, сберемо цю информацию, звісно, будем обратиться к комиссии. Я хочу зазначити, что по цей час есть перелик топонимов мества Харкова, принятый сессией Мирской Ради. И, до речи, туди не внесены изменения, которые происходят в травм году, то есть, через распоряджение губернатора. До сих пор, этот перелик топонимов не местить тих новых назв, а местить старые назвы. Вы можете переконаться, кто завгодно в этом. Я подавал депутатский запись щодо этого. Они надали этот перелик, и там, на жаль, старые назвы. И мы будем требовать, чтобы сессия Мирской Ради оновила этот перелик топонимов, по-перше, и, по-друге, демонтировала те объекти, которые мы найдем. То есть, на следующей сессии это будет происходить? Нет, я не думаю, что это на следующей сессии, я думаю, что это десь на протяжении пів года. Доброго дня. У меня такое вопрос. Почему некоторые объекти не были декоммунизированы? Какие самые? Вы рассказываете, что некоторые объекти остались не декоммунизированы. Так. И поэтому был создан этот ресурс. А почему? Какие причины? Ну, я уверен, я могу, коллеги скажут что-то другое, я уверен, что это позиция муської влади, она перешкоджала цьему процессу, она не хотела цьего процессу и была вимушена піти на певні поступки под тиском суспільства еще в травмі минулого року. Но, на жаль, мы часто слышим, что пытаются вернуть назву проспекту Петра Григоренко, старую назву маршала Жукова и так далее. На жаль, такие пробки периодично возникают, но я думаю, что мы все будем стоять на насторожжение новой назвы и не допущение повернения старых назв. И эти объекты тоже не декоммунизируются або декоммунизируются, скажем так, повильно, потому что муська влада не вважает этот процесс важливым. И потому что, я думаю, что десь в глубине души она симпатизирует цим назвам. Что Вы будете делать, если МИСК Рада так и проигнорует Вашу инициативу? Я думаю, что общество достаточно мощное, громадянское и в целом, и оно в повернении самодекоммунизируется все таблички и объекты. Но хотелось бы, чтобы это сделали, как и того требует закон органы местной власти. Пойдете, если что? Я думаю, что можно сказать и про суд, и про акции прямой дии и про иншу. Если есть еще вопросы у кого-то, коллеги. З волоском пойдете отбивать сервисы? Ага, да. Я не буду вам протирчити зараз. Доброго дня. Тамара Данилова, медиагрупа Объектив. Скажите, будь ласка, как Вы будете еще поведомляти громадскість про этот портал? И еще одно таке вопрос. Хотелось бы поцикавить, почему досу в Гугле есть старые названия районов Харкова? Дякую. Что до остального, честно, я не знаю, меня самого это давует. Там частково есть, например, Шевченковский район и индустриальный район, а он находится по с соседству с Фрунзенским районам. У меня самого цель. Можно листа написать в Гугле? Можливо, ми напишемо листа, наскільки я знаю, це вже робилось, однако Фрунзенский район не живе всіх живих. Не знаю, чому. это первое. рассказали о проекте. Спасибо вам.